Привет! Итак, сразу начнем. Я думаю, это видео для многих окажется очень полезным, важным и своевременным. Итак, у всех же наверняка включили отопление, да? И у меня. Я очень люблю такие предыстории, как учитель ОБЖ. У меня на все есть какая-то предыстория. Итак, как-то я купила гранаты. Они выглядели... Давайте я не буду далеко ходить. Они выглядели такими красивыми, очень сочными, мягкими гранатами. Но потом, ба-бац, включили отопление. Я покажу чуть поближе, чтобы вы понимали, что к чему. Он сухой. О-хоу! Мы можем их сравнить. Это тот, который лежал на подоконнике возле батареи. Включили отопление. Я забыла про гранаты. Смотрю, они уже превратились. Только тогда до меня дошло. Катя, нужно срочно включать увлажнитель. Катя, нужно срочно что-то делать. Катя, кожа находится в плачевном состоянии. Да, на обезвоженность. Надо что-то делать, что-то менять. Что же с нами стало? Вот что делать? Конечно же, мазать, 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 мазать. Мазать. С этого мы прям с этого и начнем. Потому что все вот эти рецепты, которые нужно пить больше воды, мы все стараемся пить больше воды. Но, нет, давайте сначала все-таки скажу, вдруг кто-то, как бы не очевидно. Нужно пить много воды. Почему кожа тратит много воды, влаги, каждая клетка становится обезвоженной. И мы потом покрываемся отшелушками. Некрасиво. Пудра как-то ложится пятнами. Все некрасиво. Расстройство. Депрессия. Депрессия тоже вызывает плохое кровообращение. Сухость кожи. Зуд. В общем-то, друг за другом, друг за другом. У меня целая корзина. То, что вам поможет. Вот так вот тоже у вас в магазине бывает. Ассортимент этой корзины поможет вам чувствовать себя комфортно. И в отопительный сезон. И тогда, когда вам нужно, когда у вас просто обезвоженная, сухая кожа. Всего-то нужно 44 тюбика. Так как я уже все-таки говорила, какие-то методы очевидные и невероятные. Типа, пить больше воды. Да, старайтесь. Прямо вот заставляйте себя. Вот вспомнили, выпейте хоть 3 стакана. Если вспомнили, в этот момент у вас есть под рукой водоем. Второе. Я могу порекомендовать смело. Просто каждым видео, мне кажется, я уже показываю эту омегу. Покупаю на iHerb. Это опять же, опять же, этот iHerb. Но просто там дешевле, ребят. Просто дешевле. К сожалению, пока в наших аптеках омега от Salgar стоит дорого. А это единственное, кому я прям доверяю, чувствую разницу. Кроме красивой кожи, вас ждут потянутые контуры и меньшее проявление целлюлита. Да, это работает так. Ну и плюс ДГК и ПК работают на мозг. Вы будете быстрее соображать. Тоже полезно времена каких-то сессий, времена каких-то сложных работ, проектов. Поэтому, может, тоже надо задуматься на это четко. О, величество баночки. Начнем с лица. Самое главное, что, наверное, стоит учесть в отопительный сезон. Ну, поменьше спиртосодержащих, побольше увлажняющих. Там прямо должно быть написано, увлажняющая пенка для умывания. Это будет счастье. Но потом встает вопрос, как же добить кожу, чтобы она... Потому что она стянута, как правило, в зимнее время. Не важно, чем вы там пользуетесь, будет кожа стянута. Менее увлажненные клетки ведут к куперозу. А купероз ведет к прыщам. Ну, то есть, это друг на друга, знаете, как снежный ком. Ужасно прямо писала, как жить дальше. Я вам просто расскажу свои кайфушечки для лица, которые мне очень-очень нравятся. Мне нравится первое, что я покажу. Такая, знаете, никто никогда не видел эту косметику, кроме как у меня. Вот такой вот я инноватор. Здесь очень необычно, что это не откручивается, не открывается. А ты просто нажимаешь, здесь такая капелька выдавливается. Ты сюда кап-кап-кап. Выглядит все очень, так знаете, модно. Какой аромат просто сумасшедший. Такой сладкий, словно какие-то духи. Такое ощущение, что ты такой весь сексуальный, весь такой сам себя хочешь. Не знаю, можно так говорить или нет. Короче, вот этот набор очень классный аромат. Я обожаю его. Знаете, на что похож? Такие духи у Кензо были давным-давно с красным маком. Вот аромат очень похож. Многие марки уходовой косметики сейчас делают подобные ароматы. И если вдруг что-то мне такое попадается, я всегда с большой радостью это использую на своей коже. Следующее средство, которое можно найти, ну уж везде, в любом городе, это Толеран от La Roche-Posay. Продается в каждой аптеке или на сайте. Тут уже не надо куда-то за 3 9 месяц для того, чтобы отыскать этот чудо-крем. Покупайте La Roche-Posay, Толеран Найт. И вот я тут сразу держу. Это сыворотка, которая пахнет морем. И это очень приятный аромат. Раньше я как-то недооценивала средство с пипеткой. Мне казалось, что это минус. А сейчас я прям люблю. Она такая свежая, такая классная. Ты чувствуешь себя только свежим, искупавшимся. Как я пользуюсь этим дуэтом? Сначала наносим крем. Я наношу и под глаза, и везде. Ну, то есть я не вижу разницы как-то там усложнять себе жизнь. Я стала в этом плане очень ленивая. А потом я беру вот это средство, эту пипетку, набираем и капаем вот себе под глаза. И те места, которые, мне кажется, требуют особого увлажнения. Тут вот возле рта, под глаза, где гусиные лапки, между бровями. И все. Просто чуть-чуть похлопала. Я там особо не вбиваю. Ночью оно само впитается или вытрется о подушку. Неизвестно, скорее всего, вытрется о подушку. Но что-то-то впитается. Точно сказать, делать что не нужно. Это всякие глинные маски. Выдерживать более чем 15-20 минут. Длинная маска дольше этого срока. Вытягивает не только излишки там накопившейся грязи из наших пор, но вытягивает еще и влагу, что не очень-то приятно. И потом надо как-то кожу возрождать. Поэтому лучше не передерживать маску, чтобы она там трескалась, как пустыня Сахара. Но если вдруг что-то такое вот случилось, сразу наносить какую-то увлажняющую маску. Я после таких процедур, как правило, наношу ночные маски. Я зачла этот мед, потому что ты нанес, и тебе не надо ничего смывать. Ты просто пошел жить своей жизнью. Ночная маска, это просто супер. Одна из таких Deep Moisturizer масок от Clark Botanicals. Хорошая марка, по сожалению, ее найти не так легко. Выглядит классно, расходуется минимально. Не надо таким вот слоем гигантским наносить, как мы наносим глиняную маску. Как мы можем почувствовать действия увлажняющих каких-то сывороток или масок. Кстати, я это узнала у косметолога Виши, когда я использовала сыворотку Mineral 89. Очень хорошая сыворотка. Она не такая густая, как от La Roche-Posay. Она такая больше, как водичка. Я узнала от нее, если на коже есть микроповреждения и травмы, которые требуют увлажнения и какого-то восстановления, трещины, какие-то микротрещины, кожа начинает пощипывать. Вот после этого средства у меня первое время пощипывала, потом уже перестала пощипывать. Точно так же и после увлажняющих сывороток вы почувствуете, когда она уже сработала и начала работать через несколько дней, через неделю. Обычно так. Вот это средство супер обожаю. Очень классно потом кожа выглядит на утро. Просто ты конфетка на утро. Вот честно скажу. Просто конфетка. Встаешь, такой румянит, все хорошо. Ты думаешь, можно даже пудрой не пользоваться. Честно. Еще одна увлажняющая маска, но более мощная и больше направлена на лифтинг, на какую-то более взрелую кожу. Это маска от Sisley Black Rose. Кремовая маска. Ее тоже нужно носить. Ну, чуть-чуть нанес. Не надо ничего сомневать. Это очень классно и подкупает, конечно. Ну, что же такое использовать специально для зоны вокруг глаз? Я использую патчи. Да ладно! Патчи прекрасная вещь. Не носите их 20 минут, носите их час, два часа. И неважно. Если вы находитесь дома или куда-то собираетесь, в этот момент просто приклейте эти патчи. Эти конкретно черные. Нужно купить какие-то невидимые, чтобы ехать еще за рулем и чтобы, ну, как-то так в подъезде не пугать соседей. Скажем так. Мне очень нравится, что после патчи кожа такая юная, такая увлажненная и действительно такая прям сочная. Это очень здорово. Если вдруг вы никогда не пользовались патчами, ну, вы совсем, что ли? На нашем лице еще есть очень важная часть. Это губы. Да, губы зимой сохнут всегда. У меня, по крайней мере, сох всегда требует какого-то увлажнения. Я использую уже давным-давно. У меня их уже сколько закончилось. От Лепикар Стика Ля Рош Позе. Сегодня прям вечеринка Ля Рош Позе. Ля Рош Позе, он широкий, очень здорово. Ты так хоп провел у тебя и вокруг рта. У меня обычно еще вокруг рта так все краснеет. Если уж покраснело, так покраснело. Все потрескалось. Это ужасно, конечно, что бьюти-блогер вот такой вот сходит некузявый. Пускаемся ниже. Конечно же, нужно тело как-то по-особенному сдобрять. Но сначала мы должны его очистить. Я все-таки рекомендую на зимний период покупать какие-то более сложные гели для душа или масла для душа. Не совсем уж такие копеечные в супермаркетах. А немножко больше уделить этому внимания. Потому что кожа наша зимой очень сильно сохнет. Все эти термобелье, эти слои многочисленные, они просто в себя впитывают масло для тела. Так как мы не должны отходить от нашего намеченного плана вечеринка Ля Рош Позе. Итак, Липикар. Очищающее масло из детской линейки. Красное очищает детей. У меня у младшего ребенка сильное шелушение. Можно сказать, это дерматит. Реально проблема, когда ребенок чешется, он плохо засыпает. Это тоже все очень взаимосвязано. Рекомендую. Супер вещь. У него такой аромат. Я, знаете, люблю, когда средство пахнет приятно. Если от него будет разить, скорее всего, какое бы оно полезное не было, я им пользоваться не буду. Поэтому аромат для меня играет очень важную роль. Супер. Аромат супер. Но иногда бывает такая внутренняя потребность. Хочется снять весь вот этот слой какой-то себя, поскрабить. Я использую варежки. Ну, какие-то простые варежки в супермаркете купила. В нему я использую молочко от The Body Shop. Классное молочко с таким приятным зимним ароматом. С молоком, мед, вот это вот такое сладенькое, все приятное. Очень приятное средство. Очень приятное средство. Причем оно очень классно пенится. Это прям восторг, как оно пенится. Потом, конечно, ваше тело требует каких-то увлажняющих средств. Я могу разделить средства на ночные, на те, которые дневные, которые мы можем использовать утром после душа, чтобы потом одеться. Мы не можем использовать какие-то жесткие масла. Вы думаете, что я вам покажу? Я вам покажу, конечно же, средство для рожь-пазе. Липикар. Что-что? А вот средство для увлажнения, это просто для чувствительной кожи. Супер. Опять же, это средство для детей. Прекрасно подходит. Подходит и для взрослых, и для тех, кто чувствует, что он такой весь чувствительный, нежный. И ему нужно... А как оно пахнет! Просто такой, знаете, аромат свежего белья. Какой-то чистоты. Такой приятный. После него сразу можно одеваться. Но если вдруг вам нужно какое-то супер мощное увлажнение, возьмите масло. Масло для тела. Какое же масло для тела у нас на первом месте? Мне кажется, бестселлер. Это масло The Body Shop с маслом ши. Стоит оно 990 рублей. Здесь написано. Можете использовать его как крем для рук, как крем для ног. В любом случае будет работать хорошо. Я им иногда сдабриваю так очень обильно свой живот, особенно когда ты беременна. Но если вы прям любите брать крем с собой, возьмите крем от La Roche-Posay, опять же. Или крем от La Citan. Большой вот от металлически, ну не знаю. У них очень много маленьких кремиков для рук. С разными ароматами, с разными красивыми упаковочками. Это очень здорово. И много места в сумочке не занимает. Это действительно... Ну мне кажется, это бомба. У моей подруги у одной, у нее руки всегда такие мягкие. Такие просто вот ее хочется трогать. Не отпускать, когда ты ее встретил. А все почему? Как думаете, почему? Как-то она открыла при мне сумочка. У нее там, ну не знаю, штук 10, наверное, этих маленьких тюбиков от La Citan. Она их просто коллекционирует, собирает в разных упаковках. Не знаю, просращивается, не просращивается. Ну как-то ее дело. Но руки мягкие. И я вот как-то вдохновившись ее примером, стала тоже покупать эти кремы. Если вдруг все это для вас дешняк, вам хочется что-то более такое изысканное, дорогое, конечно же, возьмите что-то подороже. Я использую средства от Sati. Гидроувлажняющий крем и сыворотка от морщин, от всяких таких напастей, которые могут тревожить женщин за 100. И, в общем-то, вот эти два средства использую вместе, сыворотку использую под глаза, в принципе, и крем я использую под глаза. И это действительно очень хорошее средство, косметика на него ложится хорошо. Знаете, есть нюанс. В зимнее время все увлажняющие средства лучше использовать вечером, а все, что защитное, лучше использовать днем. Почему? Потому что вот это вот увлажнение на морозе может сыграть с вами злую шутку, и ваша кожа станет еще хуже. Вам это не надо, я думаю. Мне не надо. Поэтому я стараюсь в вечернее время увлажнять, а в дневное время защищать. Может быть, не напрямую, но действительно связано питание, которого мы придерживаемся, и то, что поступает в наш организм. Например, очень большое количество сахаросодержащих продуктов, оно вызывает повышенную сухость, ломкости и прочее, там, ногтей, волос. Поэтому старайтесь все-таки себя немного ограничивать, не держать высокий сахар вечно в крови, не перекусывать разными печеньями, шоколадками. Раз. И второе, кофе с кофеином действительно очень плохо влияет на кожу. Зима очень опасное время, мы все сидим с чашечкой кофе, капучино. Мне кажется, вы для себя должны понять, что вам важнее. Если вы что-то выбираете, значит, вы выбрали этот путь, значит, вам так комфортно, вы не хотите ничего менять. Если вы хотите что-то менять, совершайте действие. Очень долго можно в себя все втирать, но если мы будем вести какой-то странный образ жизни, забыла вам сказать самую важную вещь. Увлажнитель. Пите себе увлажнитель, если у вас нету большой, маленький, хоть какой. Даже самый простой увлажнитель, ваша кожа будет значительно лучше, и у вас уже через неделю, пользуя ежедневного пользования увлажнителем, включение, вот просто реально вы улучшите ситуацию. Многие пренебрегают этим, у вас слизистая в носу не будет трескаться, и вы не будете вставать утром, аааа, у меня там вот эти вот фонтаны кровавые. Конечно, звучит жестко, может быть, не нужно об этом говорить, про такие нюансы какие-то неприятные, но а как иначе донести до людей, что это важно? У меня реально сработало. Есть жизнь до и после, вот действительно. На этом все, так что увидимся с вами совсем скоро, завтра, послезавтра, не знаю, как у меня получится смонтировать видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok